Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергея Медведев. И сегодня я хочу попытаться найти общий знаменатель между некоторыми темами, которые мы поднимали на протяжении уже нескольких лет. Ну вот такие вот археологические, да, с точки зрения ФУКО, археологические особенности российской повседневности. Почему у нас такие высокие заборы? Почему у нас так густо затонированы стекла машин? Почему люди так любят носить черную одежду? Почему в толпе у нас так мало улыбаются? Почему наши подъезды забраны железными дверями, замками, так что нужно пройти пять бронированных дверей, прежде чем ты доберешься до лифта? Вот эти все почему, которые мы пытались исследовать на протяжении уже многих лет, имеют некую общую подоплеку. И эта подоплека выражена одним словом – кризис доверия. В нашем обществе очень низок уровень доверия. Доверие между людьми, индивидуальное доверие. Доверие между, так сказать, людьми незнакомыми, в том числе такое общественное доверие. Доверие граждан-конститутам, к государству. И вот об этом сегодня хотелось бы поговорить. Особенно потому, что, вы знаете, как бы наш образ России, о котором мы думаем, который мы проецируем внутрь себя самих, вовне – это такие русские, открытые, щедрые, душевные, гостеприимные люди. И вот, казалось бы, невзирая на такую мифологию национальную, такой образ самих себя, тем не менее оказываемся мы такие, так сказать, замкнутые люди, которые не доверяют ни самим себе, ни ближнему своему, ни тем более государству. Почему так происходит? Решили мы поговорить с нашими гостями сегодняшними. Это Виктор Вахштайн, ведущий научный сотрудник Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. Добрый вечер. И наш частый гость Алексей Георгиевич Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Добрый вечер. Добрый вечер. Как всегда, рад видеть вас в эфире. Знаете, сложности, которые испытывает ныне Левада-центр, так что, так сказать, каждое ваше появление имеет для нас еще некий особый, особый оттенок. Только для вас. Я думаю, для многих наших слушателей, так что наблюдаем с замиранием сердца. И наблюдателей. Виктор, я хочу к вам обратиться к первому, потому что вы сейчас, вот в ведомостях была статья, она этом основанная, вы проводили исследование именно относительно структур доверия для World Values Survey, всемирный обзор ценностей и для службы Евробарометр. Что-то было в этом исследовании относительно доверия в России, что вас удивило бы? Да, конечно. Ну, то есть наше исследование называется Евробарометр в России. Это как раз попытка посмотреть, где находится сегодня Россия на мировой карте с точки зрения вот этих базовых параметров политического участия, экономических стратегий, доверительных отношений и так далее. Но вот когда мы говорим о доверии, тут есть одна очень важная ловушка, в которую нельзя попасть. Словом, доверие называются очень разные вещи, и не только в русском языке. Собственно, когда мы говорим о доверии на языке социологии, мы предполагаем, что есть как минимум три разных доверия. Есть доверие между людьми, межличностное доверие, которое, как выяснилось в России, является самым значимым. Есть доверие к государственным институтам, и не только государственным. Доверие, например, финансовым институтам, Центробанку, доверие к курсу рубля и так далее. И есть то, что называется обобщенным доверием. Обобщенное доверие – это самая непонятная, но очень важная характеристика. Соответственно, мы пытались замерить все три. Если говорить о том, что меня удивило, то меня, конечно, удивило то, что вот эти три типа доверия находятся в, скорее, отношениях обратной пропорции. То есть, чем выше, например, доверие между людьми, как в России, тем ниже доверие финансовым и государственным институтам, и тем ниже обобщенное доверие. Вот обобщенное доверие – это доверие обобщенному другому. Это доверие человека, которого вы можете встретить, случайно возвращаясь вечером к себе домой. А доверие обобщенному другому очень важно, например, для оценки безопасности и качества городской среды, особенно когда дело касается Москвы. Ну, например, если мы посмотрим на евробарометровские данные, мы увидим, что вот по уровню обобщенного доверия, ну, традиционно лидируют скандинавские страны. В Норвегии 75% людей считают, что незнакомому человеку нужно доверять. То есть, грубо говоря, это тот показатель, по которому, так сказать, можно не запирать и не беспокоиться, что ты запер, не ставить решетки на окна, не носить с собой баллончик с газом. Это показатель, который интересует социологию с момента ее зарождения, еще в трудах Томаса Гоббса, когда он начинает свое знаменитое повествование с фразой «Но если человек по природе своей добр, то зачем отправляясь в дальний путь, вы закрываете ставни и закрываете дверь?» Видимо, не доверяете вы человеку, и не зря, потому что человеческая природа, и далее по тексту. Заканчивается все Гоббса Левиафаном. И заканчивается все именно тем, что приходится делегировать часть своих так называемых естественных прав, которые уже, в общем-то, никакие неестественные для того, чтобы защитить свою жизнь. Именно это он называет естественным правом. Но если мы вернемся к евробарометру, то вот как раз скандинавы, понятно, на первом месте, там Норвегия и Швеция на втором. А Россия считает, что доверять незнакомому человеку можно 24% в целом по стране. А в Москве менее 1%. В Москве менее 1%. То есть Москва в 24 раза хуже еще, чем остальная страна. Да. И это, конечно, нас поразило, если честно. Потому что, в принципе, конечно, большие города – это особая история. Но не в 24 же раза, правда? Удивительно. Алексей Георгиевич, здесь это какой-то новый феномен такого удивительно низкого доверия верия? Или это, в принципе, вообще России было свойственно? Сейчас постараюсь ответить, но прежде хочу к одному слову придраться, который, вот, почти то, что в заголовке передачи, вы сказали о кризисе доверия. Да. Вот я думаю, что все те события, о которых приходится сейчас говорить, называть кризисом нельзя. Потому что если мы куда-то пришли и увидели, что там растет кустарник, то кустарник – это не кризис деревьев. Да, он кустарник. Он невысокий. Вот. У нас действительно доверие невысокое. Но оно никогда не было высоким. Вот. И не упало сейчас. Или, ну, если... Оно не было высоким в истории России. Таким высоким, вот, каким, скажем, вот... Скандинавия. Скандинавия, да, страны наслаждаются. Не было никогда. Я думаю, что в общем, ну, в общем и целом, что с, так сказать, доверием происходило, это его переход, перенос из, ну, в общем, сказать, попросту деревенской и слободской среды, среды первичных отношений, где все-всех знают. Там оно достаточно высокое. Ну, оно... Там доверяют в том смысле, что знают. Там, скажем, знают, что вот этот вор. Ну, да, да. Но они про него знают, да. Там это жена гуляет. Там и так далее. Всем все известно. И это первичное отношение. В этом смысле, это доверие в том смысле, что ты можешь прогнозировать свои... То есть действия другого там, ну, то есть вот социальное поведение можно осуществлять, так сказать, спокойно. Или ты знаешь, что вот если ты поедешь по этой улице, тебе обязательно накладут по шее. Но к чужаку уже доверия в этой деревенской и слободской культуре нет. Когда, да, и тут действует очень высокий барьер между своим и чужим. Вот эти скандинавские страны, ну, если взять их как такой обобщенный пример другого типа поведения, они в гораздо меньшей степени опираются на вот эти структуры первичных отношений и гораздо больше, так сказать, передают вот этому обобщенному другому, вот человеку, которого они встречают вечером. Классическая социология Гемайншафт и Гизельшафт, да, община и общество. Ну, да, только вопрос, значит, так сказать, баланса этих двух типов социальной реальности. Россия пережила за очень короткое время, то есть, ну, два с половиной поколения были, так сказать, выплеснуты из деревенского, рурального контекста, так сказать, городской. Ну, не городской, а, в общем, такой полугородской, слободской. Ну, да, слободской, да. Вот, где произошли такие, на самом деле, необычайно интересные для социологии метаморфозы, произошло транспонирование вот этих вот псевдодеревенских структур, то есть, деревенских структур на иные. Вот, по-моему, мы с вами обсуждали хамство, трамвайное хамство, да, где я пытался говорить, что это способ как бы навязать отношения первичные людям незнакомым. Русский мат, если вы позволите, значит, предполагает в качестве одного из основных отношений утверждение, что я тебе прихожусь, так сказать, кровным родственникам, поскольку я твою маму. Всё это проекция слободской культуры, да? Да, деревенской-слободской на... То есть, неполные урбанизации, неполные модернизации. Да, неполная урбанизация. И ещё я бы хотел вот сказать, что здесь кризисы не кризисы, но здесь такие вот, так сказать, заикания или попятные движения, возможно, и одно из них происходит на наших глазах сейчас. Когда, например, вот чужой, да такой чужой, что он иностранный, да, или, как говорил большой старинен немец, да, он заведомо, так сказать, заведомо худ, заведомо враг. Вот. А уж если бы он прислал своего агента, то, ну, вообще дело... Ну да, здесь и закон Димы Яковлевой, и иностранные агенты. Просто вот что может быть хорошего оттуда? Да ничего. Тут вот всё-таки я бы, с вашего позволения, добавил, потому что вот мы сейчас с вами коснулись очень важной темы, гораздо более значимой, чем тема доверия или кризиса доверия. Потому что, конечно, доверие – это просто эмпирическая вещь, его можно померить. А мы с вами сейчас затрагиваем вопрос сообщества, вопрос идентичности сообщества, вопрос локального сообщества, которых в Москве нет, да, но, кстати, я бы подчеркнул, что сегодня проблемы с локальным сообществом есть и в деревнях. Нет, ну, внутригрупповое доверие в каких-то, так сказать, локальных сообществах существует. Нет, такое вещи, как внутригрупповое доверие. То есть доверие может быть либо человеческим феноменом, например, наши отношения, отношения людей, сидящих лицом к лицу, и в ситуации face-to-face устанавливающие некоторые первичные отношения доверия, потому что в противном случае коммуникация прерывается. Есть отношения, два типа обобщенного доверия, да, соответственно, к институтам или к обобщенному другому. Но, да, то есть как раз группа – это другая история. Если группа является институтом, то это один тип доверия. Если речь идет о первичных отношениях внутри группы, то это все-таки межличностное доверие. Это просто вопрос классификации. Но вопрос сообщества гораздо интереснее. Собственно, если мы сейчас на секунду вернемся к данным, то обнаружим, в частности, что основные доверительные отношения складываются сегодня вовсе не в деревне, не в селе. Они складываются в малых городах 50-100 тысяч человек. Именно там есть локальные сообщества, в том числе дворовые. Москва в данном случае, равно как и деревня, которая представляет собой противоположный полюс континуума, это крайне недоверительные отношения. Москва – единственный город из тех, которые попадают в евробарометровскую выборку, где родители провожают ребенка до метро и просят позвонить, когда он выйдет в центре города. Потому что в центре города они чувствуют более безопасно, чувствуют, воспринимают более безопасно, чем собственный двор. В собственном дворе никто не может поручиться за безопасность своего ребенка. И так далее. Но вот сообщество – это гораздо более сложная тема. Сообщество гораздо сложнее зафиксировать и гораздо сложнее померить. Если мы с вами сейчас оттолкнемся от этой очень проблематичной, но для социологии классической дихотомии Гемайншафт-Гизельшафт, Фердинанда Теонеса, то обратите внимание, у него ничего посередине нет. Это либо Гемайншафт, либо Гизельшафт. Ну да, либо общество, либо община. Именно так. И, в общем-то, вся социальная эволюция – это эволюция от одного типа отношения к другому типу отношений. Вопрос – это бинарная позиция или континуум? Он говорит «бинарная позиция». В действительности все гораздо сложнее. Вот что делать, например, с современными сообществами, складывающимися вокруг дворов, например, которые не складываются в Москве, но складываются в малых городах? Ну да, в малых городах. Для простоты я бы предложил просто зафиксировать такое базовое определение того, что такое сообщество. Есть отношения «мы» и «они», первичное отношение – развлечение групп. Есть отношения «здесь» и «там». То есть территория, на которой эти люди проживают, воспринимается как «свои здесь». И вот, собственно, «свои здесь» – это и есть сообщество. Соответственно, есть «чужие здесь», есть «свои там» – диаспорные группы, и есть «чужие там». В общем, да, вопрос о некой территориальности. Напомню, что у нас в гостях Виктор Вахштайн из Академии народного хозяйства Алексей Левинсон, Блевада-центр, и говорим мы о доверии, о структурах доверия, о кризисе, хотя вот Алексей Георгиевич против выражения «кризис доверия», о кризисе доверия в современной России. Мы вернемся после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о доверии, о том, существует ли у нас в России межлицечное доверие, существует ли доверие граждан к институтам. Наши гости Виктор Вахштайн, Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России, и Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Ну вот мы говорили о том, как эволюционировало доверие в российской истории до наших дней, до современности, о том, что очень сильно у нас сильна вот эта вот слободская культура, культура каких-то малых общин, где все знают друг друга, но любой чужак воспринимается как некий интрудер, да, как вторжение, он отторгается. Вот я хочу что спросить, а вот Советский Союз взять, вы знаете, вот я беру такой какой-нибудь, ну, мифологический Советский Союз, такой Марлено-Хуциевский, шестидесятнический такой миф, когда, так сказать, по умытым улицам ходили троллейбусы, когда милиционеры улыбались, когда люди друг другу помогали, когда были Покровские ворота с этими квартирами казаковскими, да, где все друг другу помогали. То есть такой идеальный Советский Союз 60-70-х годов, да, где на углу стоял дядя Степа. Вот там было доверие или это какой-то миф, который мы сейчас сочиняем? Ну, если вот этот вопрос ко мне, то я постараюсь коротко сказать, что да, коммунальные квартиры воспроизводили в этом смысле деревенского типа отношения, ну, там, со многими кавычками, ну, в общем, вынужденным образом, там, силённые люди. Но мне бы хотелось вот о доверии сказать, действительно, сравнивая советские времена с сегодняшними, вот мы меряем, Левадо-центр и другие службы меряют доверие Путину. Вот этот так называемый рейтинг – это ответ на вопрос, вы в целом доверяете или вы в целом не доверяете, значит, вы в целом одобряете, в целом не одобряете, а также доверяете или не доверяете. И вот Путин там есть, он занимает всегда первое место среди тех, кому доверяют. Вот. То есть это не рейтинг, это другой измеритель, я прошу прощения, я ошибся. Значит, это не то, что называют рейтинг, но такой вот измеритель доверия. Путин всегда на первом месте. И широко известно, что советские люди безгранично верили вождю народов, отцу народов, товарищу Сталину. И известно, что проводят параллели между отношением к Путину и отношением к Сталину, или видят различия. Я сейчас хочу указать на различия. Дело в том, что когда Сталина называли отцом, то совершалась попытка, или там говорили родной, наш родной, неважно, дедушка Ленин, отец Сталин, родной дедушка Калинин. В общем, это попытка, те самые первичные отношения распространить на фигурку, безусловно, к них не входящую, но, так сказать, притянуть ее поближе вот таким вот способом. Нынешнего президента, в общем, к себе в родственники не записывает никто. Ну, не то все-таки нынче общество. И мне бы хотелось на эту разницу указать. То есть, если считать, что не было той социологии, которая есть сейчас, чтобы она мерила доверие Сталину. Но мы знаем, что отношение нынешних россиян к Сталину, в общем, достаточно многих позитивное. Это что, уход патриархального стереотипа, размывание его, что уже не царь-батюшка больше. Да, он, вот, Владимир Путин не, так сказать, не родственник тем, кто выражает ему доверие. Что можно доказать еще тем, что если обобщенное доверие ему есть, и одобрение его деятельности в целом есть, то одобрение по частностям гораздо меньше. То есть, мы имеем дело с каким-то совершенно особым феноменом, когда, вот, как коллега Ваштайн сказал, когда словом доверие называются самые разные вещи. И вот в каком смысле доверяют фигуре, находящейся на вершине вертикали, ну, совсем не в таком, как доверяют своему. Вот, об этом надо помнить, и, по-моему, это очень существенно для характеристических моментов. Да, вот как раз вот вы ходите на эти разные типы доверия еще раз, да, и Виктор сейчас провел это различие, что есть три типа доверия, да, доверие такое межличностное, да, то, что там в семье, родственники, ближние друзья, во дворе доверие своим, да. Доверие, Виктор, помогите, вот какое общественное, да, обобщенное доверие, доверие вообще, да, которое заставляет вас улыбнуться. Давайте я сформулирую совсем-совсем простое операциональное определение обобщенного доверия. Обобщенное доверие – это некоторое имплицитное, где-то глубоко сидящее предположение о вменяемости окружающих вас людей. Иными словами, вы подозреваете, что человек, который включил поворотник, повернет туда, куда он включил поворотник. Соответственно, если у вас нет этого обобщенного доверия на дороге, то вам лучше не садиться за руль, потому что мысли о том, что вокруг вас 3,5 миллиона невменяемых людей на автомобилях не позволят вам доехать из точки А в точку Б. Вот это обобщенное доверие. Обобщенное доверие – это когда вы поздно возвращаетесь домой, и вы подозреваете, что встреченный вами человек не проломит вам голову. Ну, или втайне на это надеетесь. Вот это обобщенное доверие, да. Наиболее проблематично оно – обобщенное доверие. А наиболее проблематично именно оно, потому что отчасти оно наиболее проблематично для социологии, если честно, потому что с двумя другими типами доверия мы научились справляться, мы понимаем, как их мерить. Мы, например, понимаем, что когда невероятно развитое доверие институтам, ровно то, о чем сейчас мы говорим, то межличностное доверие может отступать на второй план. Мы так сильно доверяем товарищу Сталину, что мы не доверяем собственному соседу по лестничной клетке, потому что стуканет. Собственному отцу не доверяем, да, да. И пьесы Бертольда Брехта все вспомнили в этот момент. Либо прямо противоположная ситуация сегодня, когда 85% наших респондентов отвечает, что доверять можно только самым близким, родственникам и друзьям. Это, в частности, означает, что никто никогда не пойдет в банк брать кредит. Феномен китайской экономики основан на том, что мы всегда займем у друзей. И выяснилось, что далеко не в самом богатом регионе, вроде Республики Дагестан, за три дня в экстренной ситуации, благодаря большому количеству связей, человек может собрать до 100 тысяч рублей. В общем, совсем-совсем не из богатой семьи. Вот это межличностное доверие и доверие институтам, два других типа, они понятны, и они находятся в противоположных отношениях друг с другом. А вот обобщенное доверие не очень понятно, как его мерить. Оно очень важно для урбанистов, оно очень важно для тех, кто изучает городскую среду, но как с ним быть, как оно вписано, как оно устроено, это большая социологическая загадка. По очереди, об этих трех поговорим. Сначала межличностное доверие. Оно растет или падает? Или оно остается на неком усредненном уровне со времен Советского Союза и сейчас? Потому что, я понимаю, это те микросети, которые позволяют человеку выжить, которые позволили перевалить 90-е и так далее, найти работу, пристроить ребенка. Именно так. Ну, вот с этим более понятно, как оно устроено. Вот это межличностное доверие, это то, что называется социальным капиталом. Социальный капитал в конечном итоге исчерпывается двумя типами связей, которые у вас есть. Это сильные связи и слабые связи. Это те люди, которые вам близки, и те люди, которым вы, в случае чего, можете позвонить. Вот есть такой миф о силе слабых связей, который, значит, социология проник благодаря усилиям, так называемых, сетевых аналитиков. То, что важно то, сколько у вас контактов в записной книжке, и, соответственно, вы всегда можете кому-то звякнуть и так устроить то, что нужно. А в России прямо противоположным образом устроено все. Как раз сила сильных связей куда более значима. Именно круг сильных контактов – это не просто количество контактов в вашей записной книжке, это те, которым вы звоните более или менее регулярно, не реже раза в месяц. Вот именно они определяют ваш социальный капитал. То есть родственники и ближние друзья. Родственники и ближние друзья. И именно им доверяют прежде всего, и именно к ним прежде всего обращаются. И что интересно, у нас в Евробароме есть замечательная статья Паши Степанцова как раз об этом. Вопрос о счастье, такой инглхартовский вопрос, насколько человек счастлив. Выяснилось, что вот этот показатель тесно коррелирует с количеством сильных связей, а не слабых связей. Так вот эти сильные связи, их количество… Вы знаете, ну я не знаю, я по своему опыту, у меня, наверное, может быть достаточно локальный опыт, но мне кажется, что за последние лет, ну 20, если судить, они не так важны становятся. Но я не знаю, по таким базовым вещам, как, я не знаю, там, устройство в университет, там, врачи. Это очень московский опыт. Ремонт. То есть я все чаще и чаще вижу, как я и мои знакомые полагаемся на силу институтов, и то, что люди идут вот прямым институциональным путем, не через знакомого. Это московский опыт. Вот то, что вы сейчас говорите, потому что в Москве картина очень не характерная для России. В Москве количество институциональных контактов и слабых связей оказывается значимым. В подавляющем большинстве регионов именно сильные связи, да, дружеские, да, такие сильно приятельские, они оказываются более значимыми. То есть в том, что касается трудоустройства, например, да, в том, что касается, ну вот у меня есть коллеги в Европейском университете в Санкт-Петербурге, которые со временем предложили гениальную операционализацию социального капитала. Они говорят, это количество людей, которые придут на ваши похороны. К сожалению, я не смог включить это в анкету, да, как-то было бы странно спрашивать людей. То есть представьте себе, что вы завтра умерли, сколько людей собралось около вашего оборота. Ну, гениальный вопрос, да. Да, но, к сожалению, померить его мы так и не сможем. Вот, вот как раз в подавляющем большинстве регионов там именно сильные связи являются определяющими, именно они коррелируют со счастьем. Именно поэтому у нас Москва оказалась на третьем месте с конца. Москва далеко не самый счастливый регион. Что мы не полагаемся так на родственников. Да, Алексей. Вот, во-первых, я хотел бы сказать, что мой опыт со всей определенностью говорит, что страна вся эволюционирует однообразно. Я в общем не рад этому, но это так. Вот, и вот эти московские феномены просто в меньшей степени встретятся. В Питере чуть меньше и в Новосибирске чуть меньше. Ну, в общем, дальше там этот урбанистический континуум, он работает просто как не знаю кто. Вот, это одна часть дела. А вторая, мне хотелось бы, значит, к такой приятной вещи, как доверие, пристегнуть такую неприятную вещь, как коррупция. Вот, и сказать, что вообще говоря, на мой взгляд, это две стороны одного и того же социального обстоятельства. Ну да, блат, собственно говоря. Блат, да, потому что вот я опираюсь не на свой личный опыт, так сказать, не на свой личный опыт коррупции, я на свой личный опыт интервью с людьми, которым приходилось и регулярно приходится там, значит, коррумпировать власть. Они объясняют, что просто так никто не берет деньги, просто так не дают. Деньги как таковые, они у нас и не фигурируют в качестве обобщенного посредника в этом смысле. Деньги просто не имеют, они не являются капиталом, если они не соединены вот с той формой социального капитала, когда ты знаешь, кому надо дать. Если ты, значит, ну и обстоятельства, при каких можно давать и так далее, это очень серьезное знание, и само это знание является капиталом. Ну да, деньги как слова, а не просто некое средство коммуникации. Да, да, обобщенное средство коммуникации. Обобщенное средство нет, просто ты сунешь куда надо, ты будешь арестован, и ты идешь по делу, а, значит, взять, 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 да, 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 все просто, машина правосудия тебя, так сказать, обработать как надо. Значит, надо знать, кому дать, а для этого нужны вот эти вот связи. Вот эти связи, которые, которые, вот, ну, я могу сослаться на то, что мы с Юлием Александровичем Левадой в самом конце 80-х годов, я горжусь этим, мне довелось вместе с ним написать статью вот о блате и, значит, и дефиците, как о двух таких вот рука об руку идущих феноменах, и мы тогда полагали, что, ну вот, придет рынок, и не станет ни того, ни другого. А мы ошиблись, дефицита нет, ну, или почти нет, а блат, оказывается, он приспособился именно к так называемым рыночным. Ну, если наше отношение на нашем рынке считать рыночными, то, вот, значит, он к ним. Ну, да, но это некая смазка, да, транзакционная такая нашего рынка получается. Ну, вот, ну, я думаю, что это равноценные капиталы, собственно, деньги и связи, так сказать, по которым они ходят. И тем, и тем, и другим, да, да, иначе ты будешь ходить с чемоданом денег и не знать, кому их сумнуть. Да, и недолго будешь ходить. Какая проблема? Тут просто я не могу не удержаться и не рассказать замечательную историю, как раз в продолжении этой темы блата коррупции и социального капитала. В 1994 году Ричард Паттон, один из создателей теории социального капитала, приехал в Москву читать лекции на школу Ксенокосовой Немировской и прочитал гениальную лекцию о социальном капитале на примере постсоветских республик и в качестве примера привел Грузию. И сказал, я думаю, что там демократические реформы просто обречены на успех, да, в 1994 год. Потому что там социальный капитал невероятный. Вы слышали, как они поют хором? В общем, аудитория смущенно замерла, потому что все же, как бы, более-менее представляли, как именно шли реформы в 1994 году в Грузии. В частности, благодаря действительно невероятно высокому социальному капиталу. Это была основа формирования коррупционного режима. Это первая, конечно, история, да, то, что иногда теоретики социального капитала сильно ошибаются, отождествляя социальный капитал с демократией. Ну, а что потом произошло в Грузии? А потом произошло разрывание социальных связей, и за счет этого разрыва появилась возможность политического преобразования. Там, где социальные связи очень плотные, вроде Сицилии, политические преобразования невозможны. Вот я как раз хотел, да, вот по-патномовски вот эти вот вещи взять, то, что он на Сицилии следовал Россию в этом смысле. Можно сравнить с Южной Италией, там, с Сицилией, с Калабрией, где, с одной стороны, вроде такие квазирыночные структуры работают, а с другой сильные традиции патернализма, особенно если взять за пределами Москвы, да, вдалеке от Москвы и московские регионы. Это модель Сицилии? По модели, если анализировать только в категориях социального капитала, то Москва – это Северная Италия, а подавляющее большинство российских регионов – Южная. Это Южная Италия, где важны кланы, мафии, откаты, где все друг друга знают. И опять же, да, то есть вот не надо произвести слово «кланы», «мафия», «блат» как вот что-то однозначно чудовищное. Нет, нет, я категориально просто социологически. Слово «мафия», «блат» и «кланы», конечно, очень категориально нагружены, но вот если мы ограничимся какими-то очень нейтральными категориями, такими, например, как первичные группы высокого социального капитала, то обнаружено, например, что у нас в Выборке самым счастливым регионом, счастливым, в прямом смысле слова, оказался Дагестан. Да, так я думал, да. Именно потому, что там невероятно высокий социальный капитал, сильные связи, большое количество сильных связей, ощущение групповой поддержки. Ну да, защищенности. Человек знает, кому пойти с любой своей проблемой. И в условиях, да, то есть практически не, то есть вакуума формальных институтов, тем не менее, вот эти самые «блат», «мафия» и связи оказывают компенсаторное влияние. Да, Алексей. Вот тогда, с моей стороны, история, на фокус-группе, которую я сам лично проводил в Москве в каком-нибудь 92-м году, значит, слово «мафия», кто помнит, тот помнит, звучало, ну, чаще многих-многих других. Вот, и сидела девушка, которая говорила, ну, чего «мафия», чего «мафия», ну, вот у нас в Солнцево я в 4 часа ночи спокойно иду по улице, а у вас мы сидели в центре Москвы на Никольской. Вот это есть обобщенное доверие. Да, в Солнцеве свои, да, свои, свои ходят спокойно. Да-да-да, как это, знаете, там солидный человек снимет квартиру в вашем доме, порядок в районе гарантирует. Такое было объявление. Да, вы знаете, действительно, получается, что вот это вот личное доверие, оно у нас настолько... Ну, кстати, оно у нас вот примерно такого же уровня, как Сицилия, да, можно сравнить. Это было, было. Я недаром сказал, что это 91-й год. Сейчас уже просело. На смену мафии, на смену мафии, ведь кто у нас сменил мафию? Давайте подумаем, не будем говорить слух. Чиновники, бюрократические какие-то, корпоративные сети. Те, кто съели мафию, вот они действительно съели, они это с мафией не восприняли. И вам скажет любой предприниматель, что иметь дело с мафиозой куда легче, чем с чиновником. Чем с коррупированным чиновником. Вот это уже, да, это следующий вопрос. Знаете, сейчас мы прервемся на перерыв, и потом как раз вот продолжим обсуждение этой темы. Мы поговорили очень много о личном доверии, поговорим об обобщенном доверии и о доверии институтам. Напомню, что у нас в гостях Виктор Вахштайн и Алексей Левенсон. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о доверии. Наши гости – это Виктор Семенович Вахштайн, ведущий научный сотрудник Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Алексей Георгиевич Левенсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада Центра. Говорим мы о доверии. И вот есть еще два вида доверия, которые нам нужно обсудить. Одно из них называется обобщенное, и другое – доверие институтам. Что касается обобщенного доверия, вы знаете, я просто чисто лингвистически смотрю, как появились за последние 10 лет фразы, которые раньше мне были совершенно незнакомы. Это не мои проблемы. Что ты меня грузишь? Или, скажем, хорошее определение какой-нибудь девушки знакомой не грузит. Это, так сказать, позитивная характеристика. То есть человек не рассказывает о своих проблемах. Мне без разницы. То есть вот такие вот нейтрализующие фразы, которые исключают какие бы то ни было человеческие транзакции. Вот это, как вы считаете, что это что, тоже говорит о кризисе доверия, о том, что люди абсолютно атомизированы и не хотят доверять друг другу свои какие-то проблемы, эмоции, переживания? Ну, знаете, когда мы задаем вопрос таким образом, в вопросе уже содержится значительная часть ответа. Просто проблема очень сильно связана с нашим собственным языком. Если мы пользуемся языком здравого смысла, то в котором уже изначально заложен приоритет межличностного доверия, то исследование получается довольно стрёмным. Потому что исследование служит воспроизводству здравого смысла тогда. В здравом смысле вас... Здравый смысл вам подсказывает, что хорошо, когда люди делятся друг с другом проблемами. Рассказывает о том, насколько важно, например, то, что для вас там, не знаю, грузит, короче. Вот как раз то, что мы смотрим, это как раз формирование более или менее формальных институтов предполагает подобного рода разгрузку. Разгрузку коммуникации. Это означает, в частности, что вы очень жёстко разделяете публичную и приватную сферу. Это также означает, что межличностное доверие должно отойти на второй план. Мы с вами только что говорили о том, что межличностное доверие очень сильно является компенсаторным. Оно выходит на первый план там, где тотальное недоверие обобщенному другому и тотальное недоверие институтам как таковым. И поэтому, да, можно, конечно, воспроизвести этот стандартный нарратив кризисе межличностных отношений, о том, что мы живём в атомизированном обществе, о том, что Москва – это такой город, который вообще предполагает, что здесь нет ни у кого друзей. Но на самом деле то, что нужно делать, это просто анализировать, как вот эти три типа доверия взаимодействуют. То, что мы видим, это то, что действительно в Москве по мере формирования формальных институтов и правил игры обобщенное доверие рано или поздно отойдёт на второй план. Это то, что мы сейчас наблюдаем. И прорастёт какой на второй план по сравнению с институциональным доверием? То есть люди будут обращаться в службу одного окна, грубо говоря, чтобы решать вопросы прописки, горячей воды и получения паспорта. Между прочим, служба одного окна – это уже, правда, другое исследование, сильно связанное с нашим другим проектом по стратегии 2020. Она оказалась очень эффективной. Одна из немногих инициатив, которая нашла живой отклик. И другое дело, что просто обобщенное межличностное и институциональное доверие должны находиться в определённом балансе. Особенно это касается межличностного и институционального. Если у вас они не находятся в балансе, как сейчас это происходит в России, то мы наблюдаем большую проблему, которую уже точно можно назвать кризисом, но это кризис институтов. Ну да, но мне кажется, что в Москве понемножку начинает прорастать. Я, кстати, не знаю, как в других городах вот это вот институциональное доверие, что те огромные ресурсы, которые закачивались в нашу чиновную бюрократическую структуру, они, естественно, не на 100% сработали, но пусть даже на 10% они сделали какие-то там коммунальные службы, городские службы более такими респонсивными. Вот, я, скажем, за последние лет пять со своими такими житейскими проблемами обращаюсь, будь то в паспортный стол, будь то ещё куда-то, будь то в налоговую даже службу, получал достаточно качественную услугу, и я понемножку уже начинаю даже доверять вот этим вот инстанциям. Это, вот я хочу понять, это чисто московское или это вот инвестиция, создание нашего гигантского государства, оно просто немножко дало какие-то вот всходы через асфальт? Вот, довелось, наверное, полтора года назад участвовать в большом и всероссийском исследовании аккурат по тому, как государственные институты взаимодействуют с гражданами, оказывая им услуги. И, с одной стороны, там было очень мало людей, которые могли сказать вот то, что сказали только что вы, потому что практически все случаи прямого контакта просителя-посетителя с институтом – это трагедия. И как бы можно было объяснить, почему, но на этом фоне вызывало это как бы удивление отор, примерно такое, которое вот вы выразили, скажем, взаимодействие с налоговыми инспекциями там, где они переходили на компьютерные, ну, где они высоко компьютеризировались. То, что там просто нету того места, куда можно сунуть коробку шоколадных конфет или что-нибудь еще поинтереснее, вот оно, так сказать, с одной стороны вызывало удивление, с другой стороны, что потом раз и тебе выходит напечатанная квитанция, и, в общем, и все, и ты так разочарованный идешь домой. Да, да, да. Вот это вот, я очень хорошо помню эту эмоцию и удивление, то есть, когда люди, ну, это у нас так, да, это у нас, это не за границей, да. Вот я вспоминаю, я в начале мая там новые номера получали в маминой машине, вот, и я, вы знаете, я в салоне пытался, я думал, я с ужасом думал, что мне предстоит, я думал, что там-то три дня записи номерков на руках, там стояние где-то на окраинах Москвы, вот, мы поехали чуть не 1 мая, они работают круглосуточно, вот. Вот, и вы знаете, типа, за час абсолютно технологизированных, компьютеризированных процедур, когда там, так сказать, загорались номера на экране, подходили, давали бумажку, тебе выдавали другую бумажку, шел в другое окно, шел в третье окно и получал готовый номер. Да, и уходило позор. Да, я был потрясен, я ушел с этими номерами, я ожидал вообще ад, я ожидал Содом и Гамору, взятки направо и налево, а получилось вот так вот. Мне кажется, люди у нас даже не готовы вот к такому уровню общения государства с гражданином. Вот, да, с одной стороны, мы все готовы чуть ли не приплачивать за то, чтобы никого не видеть при осуществлении той или иной транзакции, а после этого приходят на радио и говорим, какой ужас, нас никто никому не доверяет, межличностные отношения в большом городе не складываются. Да. Ну, хорошо, смотрите, по институтам, их можно как-то ранжировать по степени доверия институтам власти и, так сказать, институтам общества? Да, несомненно, но мы сейчас этим заниматься не будем, потому что у нас с вами и так разговор каждый раз начинается с вопросов повседневности, а заканчивается мафия, бюрократия. Но, в общем, рейтинг доверия институтам, это, конечно, я полностью доверяю тому, что делает Левада Центр в этой сфере. Да, вот только тут, тут тогда мне от лица Левада Центра надо, видимо, выразить, как бы сказать, предложить всем, кто пользуется нашими данными, вот помнить оговорку, которую Виктор сделал в самом начале, о том, что есть доверие и доверие. Вот, когда говорят о доверии президенту и когда говорят о доверии профсоюзам, а это практически два разных конца шкалы профсоюза, фактически в самом низу, президент, безусловно, на самом верху, это разное доверие. Это не просто там его много, а тут его мало. Это не разное количество одного и того же, одной и той же субстанции. А эта сама субстанция, она другая, потому что если ты доверяешь профсоюзу, то ты там что-то от нее, так сказать, от них требуешь, там получаешь, там их употребляешь и так далее. Если феномен доверия первым лицам, который у нас есть, при всем том, что я сказал, о отличии от отношения к Сталину, это все равно доверие, так сказать, сугубо символическое. Это символически, да-да-да, это другой тип сакрализации, не тот, который относился к Сталину, но это, безусловно, это сакральные, не священные, но сакральные объекты, которые не имеют практического, так сказать, никто не думает об их практическом смысле. Ну, хорошо, это только президент, его, так сказать, сам священник, его можно вынести, премьер-министр, армия. Есть армия, но отношение к армии, ну, понимаете, когда у нас армия на одном из первых, так сказать, полочек, верхних полочек в этом шкафу, а на вопрос, значит, согласны ли вы, чтобы там ваш сын служил в армии, ответ там очень значительного большинства был нет. Кстати, дело поменялось, и сейчас события самых последних лет, они ведут к такой ремилитаризации общества, и поэтому ответы про это становятся чаще. Более-более-более позитивные. Да, да, ну, так сказать, уже больше людей хотели бы там, не имея ни сына. В целом, как я вспоминаю, вот разную статистику разных лет, которую я от Левада-центра в том числе видел, мне кажется, что вот за исключением президента, института президента традиционного, все остальные, там идет сильнейший провал, и все остальные просто в каких-то... Ну, зачем же? Ну, что же, ну, конечно, президент России, там, ну, вот, 12-й год кончался, президент России имел, там, этот президент в конце 12-го года, да? Президент имел 51%, органы госбезопасности имели 33%, церковь имела 50%. Ну, кажется, чтобы я так жил. Вот, нет, почему? А милиция? А милиция имела 20%. Полиция уже, она в то время называлась, она имела 20%, вот, ну, да, там... А суд? Это уже 23%, а вот это профсоюзы, да, профсоюзы 19, политические партии... А, вот самый низ, это политические партии. Притом, вот политические, но я уже не один раз здесь говорил, что политические партии вообще это просто вот ничто, а за единую Россию пойдем проголосуем. Ну, да, здесь все так. Вот жена не партия, она так, она другая вещь. Ну, вы знаете, не знаю, вот те цифры, которые вы говорите, потому что мне кажется, что ситуация гораздо сложнее, потому что, если, скажем, я не знаю, вот вы замеряете доверие дипломам, например, доверие разным лицензиям, сертификатам соответствия и прочим вещам, когда вот, не знаю, растворено в обществе сознание, что все везде куплено, особенно сейчас, когда пошли вот разоблачения диссертаций, там, фальшивых купленных дипломов и так далее и тому подобное, что вот идея, что то, что написано на банке консервов, это все не так, что, так сказать, там и генно модифицировано, и черт знает, какое мясо положено и так далее. Понимаете, в чем проблема? Вот сейчас мы с вами уже даже в этом разговоре всячески размыли всякую определенность термина. То есть уже сейчас мы стали называть словом доверие 147 разных вещей, а не только три, с которых начали. И это проблема, да, парадоксальная проблема доверия, но это не свойство нашей с вами беседы, это свойство самого доверия, потому что доверие является одновременной темой коммуникации и ее условий. Иными словами, говорить о нем можно, да, например, там, можно изучать социологические доверия, но уже всякий разговор об этом предполагает, что есть доверие социологическому исследованию. Поскольку она такая рекурсивная штука, мы с вами очень быстро начинаем навешивать ярлык доверия на все, что угодно. И вот уже приходим к обсуждению традиционной подозрительности российского общества, говорим о том, что никто не верит написанному, да, на заборе написано одно, а там дурова лежат. И плавно переходим к такой вполне нормальной параноидальной картине. То есть еще немножко, и слово доверие уже, в общем, совсем потеряет смысл, его будет бессмысленно изучать. Но, Виктор, оно все-таки связано, согласитесь, что вот это вот тотальное российское недоверие связано, начинается оно с кризисом доверия власти, инфраструктуре права и института. Именно так. Вот для того, чтобы софиксировать какую-то зону применения термина, где он еще сохраняет хоть какую-то осмысленность, да, нужно четко говорить, что, окей, есть, например, доверие милиции, что означает, что если вас ограбят, вы пойдете туда. Есть, например, да, ну, например, в Евробарометре, опять же, Паша Степанцов, гениальное совершенно исследование по технике и отношениям доверия с техническими объектами. Доверие банкомата, это когда засовывают туда карточку, вы не допускаете мысли, что он ее сожрет. Да, вот вспомните первые банкоматы, вспомните ужас, с которым люди свою кровно выданную карточку, на которую зарплата перечислена, засовывали в эту стрёмную щель. А вот сейчас, в общем, мысль о том, что карточку можно обратно не получить, денег не увидеть и так далее, вас, видимо, уже не посещает, когда вы пользуетесь этим всем. Доверие – это очень повседневная штука. Ну да, доверие интернету, то, что ты совершаешь покупку электронную. Вы переходите по сайту, и вы совершаете электронную покупку. Доверие – это то, что связано с тем, со сколькими людьми вы здороваетесь, заходя в свой двор. Например, в Москве это очень забавная история, здесь более половины людей не знают никого из тех, с кем живут на одной лестничной клетке. Доверие, опять же, предполагает, как вы заходите в темный подъезд. И так далее. Доверие – это всегда то, что либо оно имеет коррелят на повседневном уровне, и тогда об этом имеет смысл говорить, либо мы переходим в область спекуляции на тему того, что это такая сакральная штука, это связано с какими-то процессами символизации, что, конечно, тоже легитимное социологическое рассуждение. Но просто на следующем этапе оно переходит в такое политизированное истолкование всего увиденного. Поэтому, когда мы делаем исследование, мы стараемся сохранять хотя бы какую-то, хотя это очень сложно, опять же, вот эту парадоксальную двойственность самого понятия доверия, корреляцию, да, реферирование в область повседневного мира. Ну вот говоря о последствиях этого всего, то, что у нас мало здоровается во дворах, плюс вот это вот параноидальное недоверие всему, что написано, да, от диплома до надписи на заборе, оно имеет, ну, грубо говоря, серьезные последствия для политики, для экономики, для будущего страны. То есть я просто смотрю, что вот в такой атмосфере тотального недоверия какие вообще у нас есть перспективы для развития, для модернизации и так далее. И здесь я бы сделал небольшую отсылку к работам Олега Хархордина из питерской школы социологической, где центральным становится такая идея, ну, понятно, то есть мы с вами тоже находимся в такой кризисе языков, на которой об этом можно осмысленно говорить, потому что перейти к критике недомодернизировавшихся российского общества, которым все так ужасно, потому что это паранойя, потому что это лукавый советский человек и так далее, это слишком легко, это, в общем, уже понятный нарратив, который многократно опробован. Попытка построить альтернативную политическую теорию, республиканскую в частности, строится как раз на вычленении вот этого сегмента общественного, или как сейчас уже они предпочитают говорить, публичного. И это то, о чем вы говорите, связано с тем, что у нас действительно практически отсутствует вот это нечто между государственным и частным. То есть вот этот сектор публичности, сектор публичного пространства, которого, кстати, в Москве нет, публичное пространство напрямую связано с доверием. С обобщенным. Именно с обобщенным доверием. Именно так. То есть в Москве нет публичных пространств. И в Москве менее 1% людей считают, что человеку, в принципе, можно верить. Это напрямую связанные вещи. А вот, собственно, Олег Архордов прослеживает это все к этимологии слова, к республика, да, то есть публичные общие вещи. Общая вещь. И это как раз то, что мы потеряли. Это то, что очень тонко чувствуют архитекторы. Такой замечательный архитектор Саш Свердлов, который сейчас в Голландии работает, называет это норностью. Норность это такая архитектура пространства, в котором есть ваша нора и все остальное. Все остальное это такой недифференцированный мир вовне. И поэтому заборы, поэтому подъезды с многочисленными кодами и так далее. Но он с отрицательным смыслом называет это норностью. То есть это советское такое, российское, советское сознание. То, что мы сидим за железными заборами. Это то, что нормальному архитектору мешает построить парк. Потому что парк не будет воспринят, как это наш парк. Он будет воспринят, как то, что вот еще один фрагмент мира вовне. Но опять же, в Москве сейчас ситуация меняется. Москва преодолевает норность. В направлении публичного. Знаете, вот публичное пространство и доверие, я вспоминаю очень часто. Митинги, да, на Болотной, на Сахарово. Именно так. Моментально вот чувствуешь, как на глазах появляется вот эта республика, и люди начинают улыбаться друг с другой, коммуниции. И это новая форма солидарности. Вот это еще одна очень важная штука. То, что мы сейчас наблюдаем новую форму солидарности. Я хотел бы добавить имя другого архитектора Евгения Аса, который как раз говорил о том, что Москва лишена и лишается публичных пространств. И когда бороться с митингами пытались еще не с помощью законов, выпускаемых Думой, а с помощью проволочных заборов и тому подобных средств малой архитектуры, то первое, что делали, это уничтожали публичные пространства. Ну да, огородили Триумфальную площадь. Вспомните историю манежного комплекса, как он возник. Да, конечно. Потому что у них в умах было те самые 300-500 тысяч человек, которые вышли. И поэтому нужно было создать именно такой комплекс, мы разговаривали с архитекторами, которые принимали участие в этом конкурсе. Где нельзя собраться, может, чем строят. Это была задача уничтожения потенциально опасного публичного места. Да, причем решалась она при Ельцине, что интересно. Вот. Я хотел бы только сказать о том, какие пути ведут к политизированной социологии, о чем вот скользь заметил Виктор. Вот. Я думаю, что источник... Ну, во-первых, я думаю, что политизированная социология, не политизированная социология в России, в общем, ну, то есть, или не будет никакой, или будет она тем или иным образом политизирована просто. Вот. Отрицание политизации – это и есть одна из этих форм. Вот. А второе, я думаю, что она, конечно, рождается не из паранойи. Она рождается из, наоборот, взгляда, который тоже я бы считал, ну, в этом смысле республиканским. Да, во всяком случае, ну, поскольку республика и демократия – это, в общем, вещи похожие. Вот. То есть, демократического умышления, и я так думаю, просто социология другой быть не может. Вот. Тоталитарной социологии не бывает. Ну, да. Вот. Это другое. Просто. Ну, вот. А у истоков нашей дисциплины, конечно, стояли сплошные демократы. Горячее, горячее мороженое. Нет. Смотря что считать истоками. Если ГОПС, там, исток социологии, ну, вот. Мы сейчас с вами, да, коснулись другой, но очень болезненной темы. Я предлагаю в другой раз обсудить. Да, это, так сказать, мы совсем уже в такие узкопрофессионально-социологическое. Но, вы знаете, вот здесь… Эти узкопрофессиональные, простите, я только скажу, что эти узкопрофессиональные споры имеют широко социальную импликацию. Ну, да, а в вашем случае и политическую импликацию, потому что в связи с иностранными агентами вам приписывают политическую деятельность, политические суждения. Да, но я, но как очень правильно замечали многие, значит, то, что происходит или может произойти с Левадо-центром и другими исследовательскими центрами и другими НКО, это то, что может произойти с обществом в целом. И это нельзя забывать. Ну, вот, оставаясь этим обобщенным, сложно замеряемым обобщенным доверием, а его, скажем, много в Америке. Ну, даже в тех же, может быть… Оно что вот в Америке идет от протестантского или от сильного гражданского общества, от того, что люди больше улыбаются друг другу, больше вот таких вот транзакций минутных на улицах? Ну, если говорить о сравнительных исследованиях, все же я настаиваю на том, что наука и политика – это разные вещи, и не нужно путать одно с другим. Как говорил мой прадед, есть бордели, есть синагога, и там и там надо бывать, но не надо путать одно с другим. Все-таки очень важная предпосылка любой исследовательской деятельности. Так вот, в Евробарометре, да, ну, в Штатах это 40% в Испании, где-то рядом с нами англичане, там процентов на 5 побольше. В этом смысле показатель обобщенного доверия сам по себе это не хорошо и не плохо. А, кстати, почему Франция и Испания, что там ниже уровень урбанизации, ведь Франция одна из наиболее низких, по-моему, по урбанизации. Там не только связано с урбанизацией, хотя это интересная… Католицизм. Это связано со структурами солидарности. На самом деле обобщенное доверие, оно очень сильно зависит от того, как именно структурируются ваши солидарностные связи. Но это отдельная история, она требует как-то более детального исследования, потому что в данном случае в Евробарометре он как раз не предназначен для таких вещей. Хотя как раз, скажем, по уровню счастья, да, мы и здесь видим очень сильную корреляцию, что чем ниже уровень обобщенного доверия, тем более несчастными чувствуют себя люди. Кстати, это уже другое исследование, исследование ОЭСР, так называемый Better Life Индекс, по которому на последнем месте в 2012 году была Турция, что характерно, а на первых местах, опять же, Швеция, Скандинава и Австралия. И Латинская Америка. А Латинская Америка была ниже нас, а вот это очень важно. Ниже нас были Чили и Бразилия и Мексика, то есть как раз Россия, поэтому Better Life Индекс далеко не на самых последних местах. Просто опять же это очень… А раз на первых там нету, вот Доминиканы, Ямайки, мне всегда казалось, по счастью, вот это World Happiness Survey. Это другая история. Это другая. Да, потому что ОЭСРовские показатели, они связаны с экономическими. Потому что ОЭСР как раз развивает то, что в свое время Ричард Лейерт назвал экономикой счастья. В России занимался Гуриев, вот теперь он занимается и во Франции. Это слово о невозможности политизации науки. Да, но он занимался именно чистой экономикой, настоящей наукой. Человек создан для счастья, как у нас для полета. Сегодня все заканчивается. Да, куда приходится лететь. То есть начинаем со счастья, заканчиваем Парижем. Но вот возвращаясь к обобщенному доверию, это опять же очень операциональная вещь. То есть к нему не нужно тут же пристегивать параноидальным образом к тысячелетним традициям, которые все предопределяют, к экономическим процессам, потому что давайте сейчас еще вспомним кризис, который производится в большей части этих исследований. К политическим структурам, в картине мира нормального либерально настроенного социолога всегда есть бинарная дихотомия демократического и недемократического. И, соответственно, демократическое плохо, а демократическое хорошо. В одном люди счастливы и все прекрасно, а в другом нет. Нет, просто есть очень обычные вещи, связанные с повседневным поведением, связанные с обыденными структурами доверия, обыденной солидарностью, с тем, скольких людей вы можете попросить посидеть с вашей собакой, когда вы уезжаете. И в каком-то большом горизонте эти вещи куда важнее, чем доверять ли вы президенту Путину. Вопрос о том, сколько людей вы можете попросить посидеть со своим питомцем, или скольких людей вы можете оставить ключ от своей квартиры, чтобы они полили цветы, если вы уехали в отпуск, в пределе оказывается куда более значимым, чем готовы ли вы положить деньги в банк. Потому что это минимизирует транзакционные сдержки общества очень сильно на безопасность, на... Потому что существует такая вещь, которая в свое время называлась парадоксом Лапьера. Парадокс Лапьера – это в социальной психологии установленный факт принципиально различных механизмов производства смысла в больших разговорах, там, доверие политическим институтам, каранты в стране, да, и так далее. И детерминатами поведения, как того, что, в общем, происходит изо дня в день нерефлексивным образом, вот эта практическая рутинная жизнь, как она есть. И вот эти два слоя, это Лапьер в свое время показал, а между собой практически не пересекаются. Доверие – это то, что связано с рутинным поведением, а не с большими нарративами. Ну, вы знаете, хотел бы остановиться, и уже, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Вот на этой вот последней мысли Виктора Вахштайна, что действительно доверие – это не то, что происходит между нами и Путиным, а то, что происходит между нами на ежедневном, повседневном уровне. Я хотел бы добавить, что количество людей, которые могут посидеть с вашим ребенком, оно, в общем, константно и в стране очень мало меняется от Владивостока до Смоленска. Это примерно 4-5. Ну да. Ну, а я хотел бы под конец поделиться своим рецептом создания доверия и, может быть, более счастливого общества. Это я просто совершенно абсцессивно, параноидально здороваюсь со всеми. Вот у себя в лифте, в доме, в подъезде, в гараже, в фитнес-центре. Особенно в фитнес-центре люди на меня смотрят как на сумасшедшего, но я продолжаю это делать. Терроризируясь. Это просто признак плохой визуальной памяти. Я тоже. Нет, я со всеми. Просто подряд, раз мы ходим в этот клуб, то, значит, мы должны здороваться. Вот. Чего я вам советую. Так что давайте множить доверие и вместе с ним социальный капитал. Я благодарю за участие в нашей программе. Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра. Виктор Вахштайн, ведущий научный сотрудник Академии народного хозяйства и госслужбы. Это была программа «Археология». Я Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи.